Здравствуйте, друзья! Я пользуюсь случаем вам представить Татьяну, да, сибирячку. Вы, небось, думаете, сибирячки, они там в ватниках ходят с коромыслами, они вот такие стройные, изящные, улыбаются. Рассказывайте нам, Татьяна, как вы из Сибири попали в солнечную Кремниевую долину? Приехала я по визе H4. То есть ваш муж получил рабочую визу? Да, мой муж получил рабочую визу в Силиконовой долине, он девелопер. А по-английски он к этому моменту прилично говорил? Или он жаловался, что ему тяжело? Вот как было? Конечно, жаловался. Первое время было тяжело, ему очень на работе. Приходилось много общаться постепенно, естественно, незаметно для себя. Выучил язык. Я ходила в школу. Английского языка? Да, в San Mateo Adult School. Так. Хорошая? Очень хорошая школа, очень рекомендую. Денег стоит или бесплатно? Она бесплатная, но там около 30 долларов стоит аппликейшн. Регистрация просто. Да. То есть можно за 30 долларов полгода заниматься. Семестра. Да. Но, как сказать, вас там гоняют или просто вот как хочешь, можешь сочковать там? Школа такая, что можно сочковать, то есть зависит все от человека, как он настроен на то, чтобы выучить. Очень friendly environment. Да. Хорошо. Дружелюбная обстановка. Да. Вот вы приехали как бы климатически и в языковом смысле, как бы совершенно другой мир. Да. Но это сложно, вот скажите, вот как-то подстраиваться. Я вижу, вы такая по жизни жизнерадостная, так вы улыбаетесь хорошо. Да. Ну, жизнерадостность, конечно, помогает в жизни. Первое время в любом случае тяжело. То есть приехать на новое место, ничего нет. Даже при том, что зарплата уже есть, все-таки вы не то, что там побираетесь. Да, да. Даже в этом плане просто морально очень тяжело уехать от родственников далеко одним. Ну, хорошо, что здесь друзья, кто тоже параллельно. Уже были друзья здесь. Параллельно вместе несколько человек, несколько семей приехало. Вот. И мы, в принципе, вместе искали, так сказать... Трудности жизни на чужбине. Преодолевали, да, трудности жизни. Но здесь же много наших там, соотечественников. Вы как-то завели какие-то контакты слева-справа там? Да. Новосибирцев много тоже здесь? Конечно. То есть постепенно мы как-то вот сплотились с группой новосибирцев. То есть все-таки как-то вот из новосибирского народа как-то к ним вибрация другая, да? То есть как-то свои ребята? Ну, получилось так, что просто в одной компании оказалось несколько семей из Новосибирской. То есть как-то естественным образом все произошло? Да, естественным образом. А вот в школе вы у нас учились. Завели друзей каких-то вот? Да, у нас отличная группа была, отличные преподаватели, и мы как-то очень так вот сплотились, общаемся. Очень сейчас тесно. То есть новые друзья завелись? Да. Вы были на практике, на интерншипе в компании, которая там мобильные игры делает? Да. Вот вы уже большая девочка. Ну, и как вот игры тестировать? Нет ощущения, что каким-то детским делом занимаешься, или вот не стерегают игры, какое отношение я имею к играм? Вы ведь не играли раньше, да? Если честно, я играю иногда в игры. То есть... На смартфоне? Не на смартфоне, на айпаде. Ага. Вот. И в принципе это как-то естественным образом. То есть нет такого ощущения, что занимаешься детством. То есть это серьезное дело? Да, это серьезное дело. На самом деле очень много зависит от того, насколько ты креативен. И это тоже есть? Да. То есть не то, что вот в классическом смысле есть требования, есть продукт, и ты проверяешь его на соответствие требованиям. То есть еще какой-то креатив там проявляется. Как раз вот с мобильными играми очень много нужно проявить свою креативность. Потому что требований недостаточно, чтобы протестировать игру. Потому что иногда нужно поставить себя на место пользователя и подумать, вот что бы мог сделать пользователь. в такой ситуации. Да. И создать, соответственно, тест-кейсы уже. Ну да, я согласен. В играх, конечно, сложнее описать. Это правда. Но вообще способность поставить себя на место пользователя для тестера очень важная. Это без этого никак, конечно. Ну что же. А вот вы каким-то образом пришли к тому, что вы хотите быть теперь тестером. Потому что раньше вы занимались там, в продажах работали. Друзья навели какие-то? Или как вы узнали? Ну да, и друзья, и муж. То есть, в принципе, они мне сказали, что… Ну да, 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 да. То есть, у меня много очень друзей в IT-сфере. И находясь здесь, в Силиконовой долине, как-то невольно задумываешься о том, чтобы тоже заняться чем-то таким. Но вы не хотели заниматься продажами в IT-сфере? Вот вы там раньше цветные металлы продавали. Чего там еще продавали? Я не знаю. Чёрные металлы. Чёрные. Да. Но для меня это как бы всё так почти одно и то же. Железяки. Вот. Значит, не хотелось больше в Сейле быть, да? Нет, не хотелось быть в Сейле. Хотелось именно чего-то, каких-то изменений и более в техническую сторону развиваться. Вы учились у нас сколько? Пару месяцев? Три месяца. Три месяца. За эти три месяца у вас возникло ощущение, что вот это вот оно и есть? Или у вас ощущение такое, что, чёрт его знает, посмотрим, как дальше пойдёт? Ощущение такое, что это моё. В общем, очень понравилось, как обучают в школе. То есть, получается, что именно дают то, что нужно. И на практике, как оказалось, то есть, все эти вещи действительно полезны. А вот давайте, может быть, тогда, раз вы начали на эту тему, вот связь того, что мы изучаем тут академически и того, что происходит на практике. То есть, что именно произошло с тем знанием, которое было раньше таким больше, ну, поговорить? После того, как вы руками поделали что-то, что произошло? В чём смысл, в чём польза практики? Польза практики в том, что, когда приходишь в компанию и видишь, как это реально работает, конечно, то есть, понимаешь, в каком направлении хочется развиваться. То, что… А в каком хочется? Мне хочется… Мне лично интересен «Селениум веб-драйвер». Автоматизация, да. Автоматизация, да. Очень интересно. Я беру дополнительно курс. То есть, у вас, как бы, такая, можно сказать, инженерная жилка. То есть, образование экономическое, да? Да. Ага. Как интересно. Смотри-ка. У вас такое лицо серьёзное, как у главного бухгалтера. Вот сейчас как тестом. Значит, хорошо. Это интересно. Многие люди с инженерной жилкой, они изучали совершенно другие дисциплины, там, когда-то не инженерные. То есть, вам нравится автоматическое тестирование? Да, очень нравится. То есть… Это великая вещь. Если вы пойдёте в этом направлении, помимо удовольствия, это ещё и стабильности больше, и денежки больше. А муж подталкивает или вы сами? Я сама, ну, он тоже, конечно, меня, так сказать, encourage. Так. Вот. Ну, и тем не менее, то есть, я взяла несколько классов Java и поняла, что мне это интересно. Там San Mateo City College? Фудхилл колледж. Ага. Тоже хороший? Да. Очень хороший колледж. И понимаю, что это, конечно, очень сложно. То есть, программистам нужно знать очень много. Да. Но вот если изучить Selenium WebDriver… Ага. Из Java, да? Да. Из Java. Я думаю, что это был бы неплохой вариант. Это вполне по силам практически каждому, кто хочет изучить. Ну, что же, у вас как бы вектор такой есть, в котором вы двигаетесь. Я хочу ребятам сказать, что Татьяна пришла резюме сделать уже на Job Market. Поэтому у неё немножко робость в глазах. Она думает, как там оно будет на Job Market. Есть такой мандраж есть? Ну, немножко есть, конечно. Да. Ну, нет вокруг людей, которые говорят, ой, да куда ты собралась, да кому ты нужна, там… Никто не говорит. Нет, таких нет. Хорошо. И как раз все, наоборот, говорят, молодец, что решилась. То есть, у вас позитивная такая среда. Ну, что же, это очень важно. Ладно, Танюш, я вас тогда, значит, поблагодарю, что вы у нас выступили. У нас, знаете как, некоторые девушки тоже симпатичные, отказываются сниматься. И это вообще, понимаете, уже симпатичные, как же можешь отказываться? Ну, а другим что делать? Им же надо позитив инвариум создавать-то, но… Спасибо. Вот. Поэтому вы мужу привет передавайте. Я чувствую, что он очень правильный у вас парень. Да. Вот. Поэтому, в общем, чтобы все было хорошо. Спасибо. И чтобы вам, как-то сказать… Я хотел сказать, чтобы Америка была там как родной дом. Есть ощущение, что вы, как бы, сказать, ну, дома? Не на чужбине? Да. Нет такого ощущения, что кто-то гнобит или еще что-то. То есть, нормально. Комфортно. Ну, и слава Богу. Вот на этом мы закончим, значит, наш разговор тем, что очередной раз добро победило зло. Спасибо большое. Помашите ручкой, ребятам. Счастливо. Спасибо.